Всем привет, не знаю как вы, а я настоящий фанат свежевыжатых соков. Круто, что с современными соковыжималками их можно приготовить дома меньше, чем за минуту. В этом видео я предлагаю разобраться, как они работают, а также узнать, что внутри их корпуса. И начнем с моделей для цитрусовых, они же цитрус прессы. Как понятно из названия, девайсы выжимают сок из апельсинов, грейпфрутов, лимонов и мандаринов. Конструкция максимально проста. Мотор, конусная рифленая насадка и емкость для сока. Как работает эта связка уже можно представить. Надо включить соковыжималку и держать половинку фрукта на вращающейся насадке. А для лучшей выжимки можно воспользоваться функцией реверса. К минусам могу отнести то, что сок можно получить только из перечисленных фруктов. К плюсам – простоту в пользовании и вполне демократичную стоимость. К тому же они компактные и легко моются. Далее разберемся в центробежной соковыжималке. Она делает сок из ягод, овощей и фруктов. Сразу отмечу, чем мощнее соковыжималка, тем суше жмых и больше фреша. Например, приборы с моторами от 500-600 Вт легко справятся с морковью и свеклой. Поэтому часто производители акцентируют свое внимание именно на мощности мотора. Принцип работы такой – с загрузочного лотка фрукт попадает на дисковую терку и тут же измельчается. После этого мякоть спускается в сепаратор. Жмых с большой скоростью движется по кругу и вдавливается в стенки центрифуги. В результате получается фреш, который стекает в стакан. Можно сказать, что основной процесс отделения сока от мякоти происходит в сепараторе, а он бывает цилиндрическим и коническим. Первый извлекает до 90% сока, но у такого прибора нет функции отбрасывания жмыха. Мякоть, которая остается после обработки овощей и фруктов, надо извлекать вручную. Плюс таких соковыжималок – функция самоочистки. Для этого надо налить воды в загрузочный лоток и включить прибор. У моделей с коническим сепаратором есть специальный контейнер для жмыха, но за удобство в пользовании придется пожатывать соком. Фреша на выходе будет чуть меньше. Теперь расскажу о шнековых соковыжималках. Внешним видом они могут напоминать мясорубку, да и работают практически одинаково. Тут принцип холодного отжима. Внутри прибора есть одинарный или двойной витой шнек, который в движение производит мотор. Он, захватывая продукты, измельчает и перетирает их, а сок отделяется за счет сеточки. Жмых выводится в отдельную трубку, а фреш стекает в емкость. Шнековые соковыжималки бывают горизонтальные и вертикальные, и отличаются они только расположением шнека. В основном такие приборы работают на низких оборотах, за счет чего соки получаются как при холодном отжиме. В процессе ни соковыжималка, ни продукты, не нагреваются. А фреш получается с минимальным количеством пены. Отдельно отмечу фишку современных моделей – биокерамические магниты. При вращении винта противоположные по заряду магниты начинают притягиваться и генерировать активные ионы, обогащая ими сок. Давайте суммируем все сказанное. Цитрус прессы отлично подойдут для быстрого получения фреша из апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых. Центробежные, быстрые, производительные и отлично справятся с твердыми плодами вроде яблок или моркови. А шнековые дадут максимальное количество сока на выходе, да и работают со всеми фруктами и овощами. Напишите в комментариях любите ли вы фреши и если да, то какие? Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. А также смотрите тест-обзор соковыжималки Kenwood и рецепты фруктово-ягодных смузи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok